Всем привет! С вами модный блогер Станислав Андреевич. Здоровья вам, вашим близким! Берегите себя! Сегодня мы поговорим о том, что убивает людей. Вот, и я приведу вам конкретный пример человека, который мне был ближе, чем кто бы то ни было. Ну, практически, да, это мой родной брат, который умер в 2003 году от передозировки. Сейчас я расскажу, как это было, и пусть его смерть, да, вот этот рассказ послужит, ну, не знаю, возможно, предупреждением родителям детей, которые так или иначе с этой проблемой столкнулись, либо самим, как бы, там, людям употребляющим, хотя, я думаю, если меня смотрят те, кто употребляет, все это прекрасно знают и без этого, и, ну, раз они это делают, значит, считают, что они сильнее смерти. Не, ребят, не сильнее. Мой брат был на 3,5 года младше меня, даже не на 3,5, наверное, на, больше на 3, да, у меня день рождения было в 80-м году в декабре, у него в феврале 84-го, и, ну, мы, естественно, вместе выросли, мы одновременно примерно начали употреблять, но он был на 3 года младше, и, ну, когда я уже вышел с реабилитации, я не буду рассказывать о нашей с ним жизни, мы, там, ну, как бы, такие были немножко разные люди, меня смотрят ребята, которые знают его, и, ну, в принципе, ну, те, кто знает, про что я говорю, понимают, про что я говорю, вот. И когда в 2009 году я прекратил употреблять, ну, вообще, ну, вышел из реабилитации, он продолжал употреблять, я жил какое-то время дома, жил с мамой в комнате, у нас была двухкомнатная квартира, ну, и сейчас она есть, но я там не живу, в одной комнате жил он со своей девушкой, ну, он употреблял, и в другой комнате жил я, ну, с мамой, то есть, и это продолжалось прям буквально, ну, я там какое-то время прожил со своей первой женой, буквально полгода, потом мы с ней разошлись, я обратно на старую квартиру приехал, и, ну, это продолжалось, ну, до 2013 года, ну, наверное, точнее, не так, это продолжалось до 2012 года, когда, по-моему, летом, либо ранней осенью в 2012 году он там обратился ко мне за помощью и попросил там, ну, на тот момент я уже, ну, там, два года даже чуть больше не употреблял, моя жизнь менялась, я уже начал там зарабатывать какие-то деньги, и, ну, как бы небольшие, да, но он видел меня, потому что самый главный пример, ну, самое, точнее, самый главный, ну, таким мотивационный крючок, это не когда он там рассказывает о том, что это вредно, о том, что, типа, надо прекращать и так далее, когда ты просто своим примером показываешь, что было и что происходит, то есть, когда ты прекращаешь употреблять, твоя жизнь начинает меняться, и он обратился ко мне и попросил, чтобы я помог ему лечь ту же реабилитацию, где я лежал, я лежал в государственной, поэтому проблем с этим не возникло, я ему отдал, ну, дал адрес, как бы, и, по-моему, наш близкий, тоже там человек, с которым, ну, мы когда-то употребляли, тоже на тот момент уже два года там был чистым, он его отвез туда, отвез, положил, как бы все нормально, он отлежал там четыре недели, ну, в линейном отделении, в детоксикации, поднялся в реабилитацию, через неделю оттуда ушел, через неделю оттуда ушел, он сам все такой человек был, ну, твердолобый, ну, такой упертый очень, ему тяжело было что-то доказать, если он что-то думал, ну, как бы, он считал, что он уверенный в этом, он такой был, на самом деле, духом очень сильный, и, ну, как бы, вот, если он, ну, на зубах мог там терпеть боли, или там, ну, не знаю, какие-то, не выказывать, не показывать свои переживания, вот, ну, какой бы ты сильный не был, болеет сильнее тебя в любом случае, и он какое-то время не употреблял, а потом сорвался. Я помню, он сорвался, я на тот момент, ну, как бы, работал, я уже там первый раз, я получил загранпаспорт, первый раз полетел за границу, ну, как бы, все это видит, и когда он не употреблял, мы с ним общались, мы с ним общались, ну, как бы, хорошо, я даже, мы там вспоминали какие-то вещи, которые в детстве происходили, но когда он употреблял, ну, и ему, он, во-первых, какое-то чувство вины, видать, испытывал, да, то, что он вроде попробовал, у него не получается, ну, и интересов у нас не было, ну, когда я не употреблял, мне неинтересно сейчас разговаривать с торчками, не о чем, ну, просто, о чем, о чем я разговариваю с человеком, который употребляет, ну, вообще не о чем, а с разной жизнью, и, ну, мы в разных состояниях, и, ну, и с ним тоже мы перестали, был апрель, конец апреля, и он ушел из дома, он там терся с несколькими, как бы, там, остатками, оставшимися торчками, ну, сейчас их уже нету давно, вот, и я сейчас вот расскажу, как это именно произошло, он ушел из дома, и какое-то время, и несколько дней его не было, и мама очень переживала, ну, я волновался, хотя, казалось бы, да, взрослый ему там был на тот момент 29 лет, по-моему, да, 29 лет почти, или, ну, короче, это ему до дня рождения, у него было, да, по-моему, 29 лет ему было, и, ну, казалось бы, да, 29-летний, там, чувак, там, ушел из дома на несколько дней, ну, что, беспокоиться, но у нас в семье всегда так принято было, всегда, несмотря на то, что там сидел, хрен знает сколько раз, там, торчал, да, если, ну, мы уходили из дома и не приходили на счет, всегда звонили, а он не звонил, прошло три дня, и мама там, ну, переживает, я уже чувствовал, что какая-то херня произошла, и буквально дня через 3-4 я разговаривал там с товарищем, который вот сейчас, наверное, единственный, кто остался, кто еще в употреблении, ну, он тогда, по-моему, был период ремиссии у него, и он сказал, что кто-то ему сказал, что в соседнем доме, вот, с нашим, там, ну, короче, приезжал скорая, и там труп выносили, вот, вот так, и, ну, как бы, я прям сразу понял, что это про него, мы стали звонить, в итоге, там, поехали на опознание, он, вот, причем, когда мы ездили, я с мамой был все это время, и когда мы ездили на опознание, я видел, как она, ну, как бы, для нее он сын, ребенок, и как опера, вот, ну, для нее он сын, там, его звали Денис, там, Дениска, любимый, а опера, ну, для перов он обычный, стандартный нарик, там, нарик сдох, вот так они говорили, приехали в морг, там, труп номер такой-то, такой-то, я понимаю, да, что, как бы, ну, для них это просто работа, тем более, реально, какой-то нарк, там, помер, вот, но я видел, как переживала мама, и я был с ней все это время, я занимался похоронами, вот, там, там, один знакомый помог все это сделать, ну, недорого, он там работал, ну, в этой сфере, я рассказывал, да, какие-то проживали, очень сложно было, и три дня, ну, там, отец с нами уже очень давно не живет, я позвонил отцу, это сказал, он там тоже в шоке был, все приехали, где-то спустя неделю, дней 10 после похорон, я гулял со своей собачкой, с Ханкой, которая тоже недавно умерла, и, и было уже 12 лет, и я понял, я вдруг, это было уже, ну, начало, ну, весны, ну, не начало весны, начало мая, то есть уже такое, ну, близко к лету, ну, такое, фактически начало лета, и я помню, что после дождя я гуляю, я как-то, вот, почувствовал, что, ну, какой-то камень с души упал, и вот мне уже снова хорошо, ну, видать, вот, прошли две недели, вот, кстати, с похорон, да, вот, со смерти Дениса, и, ну, мне стало легче, я как бы, ну, такое ощущение, что все, вот, потому что было очень сложно жить с человеком, который употребляет, он там воровал у меня какие-то вещи, дома какие-то скандалы своей тёлкой устраивал, ну, мне приходилось при этом присутствовать, очень сложно, я понял, я работал в сфере наркологии, я понимаю, ну, насколько тяжело родственникам жить вот с таким человеком, его и не выгонишь, и, ну, любишь, во-вторых, права не имеешь, он прописан, и жить, ну, нереально, поэтому это очень сложно, я прям, ну, реально понимаю и поддерживаю тех, кто в такой ситуации оказался. Происошло это просто, он бухал, ну, там, как многие, да, кто прекратил употреблять, потом сорвался, он бухал, и встретил там некого еврея, погоняла у него была, ничего, я не антисемит, погоняла у парня была еврея, и они встретились, это евреи, и сказал, что можно замутить, и мой брат пошёл там ещё к одному приятелю, он был пьяный, и взял какую-то там 500 рублей, они что-то взяли, и наличные клетки они употребили, и мой брат умер, а тот, ну, точнее, он отъехал, и вместо того, чтобы вызвать скорую, это еврей, там ещё тёлка этого еврея была, они убежали, ну, потому что если бы он вызвал скорую и сказал, что это передозировка, приехали бы скорая и полиция, вот, и всё, то есть его можно было спасти, ну, как бы, вот такие дела, кстати, этот парень, у которого он занял 500 рублей, через 2 недели тоже умер, захлебнул с облевотиной, ну, допился, то есть такой конец всегда один и тот же, ребят, я знаю, что на стримах у меня многие пестрят, употребляют, там всё у них нормально, ну, ненормально, ребят, вы сами это знаете, вот, поэтому вот так вот, вот так я остался один, остался без брата, хотя, ну, шанс у него был, да, он был в реабилитации, у него был момент, когда вот он не употреблял, и, ну, не ухватился он за него, я в своё время ухватился, да, ну, у меня получилось, у него нет, ну, мораль такова, что, как бы, либо ты прекращаешь употреблять, и твоя жизнь налаживается в любом случае, у кого-то больше, у кого-то меньше, но она наладится в любом случае, либо ты умираешь, ну, либо живёшь постоянно из тюрьмы, из зон там, из командировок не вылазишь, ну, и твою жизнь на свободе жизнью, как правило, хорошей не назовёшь, хотя тебе, наверное, тебе, да, кажется, что ты живёшь прям в каком-то кайфе, это не так, это иллюзия, вот, и в те моменты, когда ты остаёшься чистым, трезвым, в ремиссии, ты это начинаешь понимать, ну, как бы, вот такие вот дела, и хочется, чтобы, ну, ну, это пафосно звучит, смерть не была лишней, да, смерть – это всегда такая лишняя история, особенно, когда умирает человек, которому 30-ти нет, но, может быть, хоть один человек, как мне, ну, мне пишут иногда на стримах, в комментариях, что я даю какую-то мотивацию, самая главная мотивация – это я, из человека, кем я был, ну, я стал тем, кем я являюсь сейчас, не то, что я стал каким-то, ну, не знаю, миллиардером, там, не знаю, мега высот добился, но я живу комфортно, счастливо, не употребляя, ну, неплохо выгляжу в свои 41 годы, и, ну, у меня масса хобби, масса друзей мне верят, ну, мне могут дать денег, сколько мне надо, мне много-то и не надо, ну, если я попрошу, а раньше мне там 100 рублей не давали, потому что знали, что я либо не верну, либо проторчу, либо там, я не знаю, обману кого-то лишний раз, так что вот такие дела, в общем, Дениска мой рип, я часто достаточно, ну, пару раз в год я приезжаю к нему на могилу, мама там часто бывает, мама до сих пор не может в себя прийти, но, как бы, это ее сын, мне брат, ей сын, вот, и на поминках, на похоронах были, нам повезло в той компании, в которой мы употребляли, очень многие сейчас не употребляют, очень многие там, ну, в программе, кто знает, тот поймет, и, ну, вот он умер, хотя у него он был очень-очень-очень близок, вот, вот такие дела, ребят, я благодарю ребят, которые подписаны на мой канал, как спонсоры канала, спасибо большое, реально делайте мой канал лучше, каждому, кто смотрел этот ролик, я желаю всего самого хорошего, здоровья, счастья в личной жизни, бабла, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok